Добрый день! Меня зовут Юсупова Гульнара Ринатовна. Я доцент кафедры менеджмента Казанского инновационного университета имени Виталия Гаймуловича Тимирясова. Сегодня я расскажу вам о направлении бакалавриата менеджмент профиль менеджмент организации. Классический менеджер руководитель занимается не продажами и не общением с клиентами. Он координирует работу подчиненных, организовывает работу предприятия, обеспечивает рабочей силой и сырьем свою организацию, контролирует, оценивает и корректирует деятельность работы подчиненных, прогнозирует возможные сбои в работе и занимается их предотвращением. Кроме того, он обязан заниматься решением социально-психологических задач. В его обязанности также входит материальное и моральное стимулирование, регулирование межличностных отношений в коллективе, отстаивание интересов работников, управление текучестью кадров. Обычно выделяют три уровня классических менеджеров. Менеджеры низового звена – это младший руководящий состав, управляющий непосредственно работниками. Это мастера, заведующие отделами или небольшими подразделениями. Такие специалисты могут иметь любой уровень образования. Обычно выпускники вузов начинают свою карьеру именно с этой ступеньки. Менеджеры среднего звена – руководители над предыдущей категорией. К ним относятся, например, начальники цехов на производстве, директора филиалов. Такие управленцы имеют дипломы высших учебных заведений по направлению менеджмент и опыт руководящей работы в течение нескольких лет. Менеджеры высшего звена или топ-менеджеры – самая малочисленная и самая квалифицированная категория управленцев. Практически вершина менеджерской карьеры. Даже в самых крупных компаниях таких менеджеров всего несколько. Типичная должность на этом уровне – генеральный директор. Подобный уровень управления обязательно требует высшего образования в сфере менеджмента, а иногда даже нескольких образований и степени МБИ. Размер заработной платы менеджера в России зависит от региона и сферы деятельности компании, в которой он работает, а также от того, к какому уровню управленцев он в данный момент относится. Для низового уровня заработок менеджера в нашей стране начинается от 35 тысяч рублей. Менеджер среднего звена получает от 70 тысяч до 250 тысяч рублей. Топ-менеджеры имеют зарплаты в диапазоне от 230 до полутора миллионов рублей. Месячный заработок элиты топ-менеджмента публикуется в таких изданиях, как Forbes. Он измеряется в цифрах семью нулями и доходит до 100 миллионов рублей. Конечно же, речь идет о верхушке менеджмента. Таких корпораций, как Газпром, Сбербанк, Мегафон, Транснефть. На выходе из учебного заведения квалифицированный менеджер должен знать основы права в области регулирования коммерческой предпринимательской деятельности, стратегию ведения бизнеса и рыночную экономику, специфику работы с персоналом, технологии и правила ведения маркетинговых исследований, основы налогообложения, документа оборота, делопроизводства, администрирования, принципы составления бизнес-планов коммерческих и юридических соглашений, этику делового общения, положение охраны труда, основы логистики в государственной сертификации, алгоритм принятия эффективных управленческих решений. Для приобретения данных знаний, умений и навыков мы приглашаем вас на направление менеджмент, профиль менеджмент организации в Казанский инновационный университет имени Виталия Гайнуловича Тимирясова.